Здравствуйте, уважаемые пациенты! Меня зовут Балтобека Яна Саяновна, я невролог городской поликлиники номер 11 города Нур-Султан. Сегодня речь пойдет о таком заболевании, как гепатоцеребральная дистрофия. У него есть часто встречающиеся два других синонима, но наиболее часто встречающаяся форма, но и, в принципе, по органам, мишеням поражения, это все-таки гепатоцеребральная дистрофия, наиболее часто встречающиеся названия. Заболевание это тяжелое, наследственно передающееся по аутосомно-рецессивному типу, и это заболевание связано с нарушением обмена меди из-за того, что есть генетическая мутация в выработке цирролоплазмина, который должен связывать медь и выводить его из организма. Этого не происходит, поэтому медь циркулирует в организме в избыточном объеме и оседает в органах-мишенях, наиболее чаще всего поражаются печень и головной мозг. Чаще всего, значит, это все-таки люди молодого возраста. Начинается это заболевание чаще всего с тремора, то есть это когда трясутся у человека руки. Часто очень его путают с заболеванием, с болезнью Паркинсона, но при болезни Паркинсона это более поздний дебют, здесь все-таки молодой возраст. Также еще нужно обратить внимание на изменения печеночных проб в лабораторных анализах. Если мы видим молодой возраст, если мы видим полиформную такую симптоматику, вплоть до изменений именно еще и психики, также, да, и изменения печеночных проб, мы можем заподозрить это заболевание, отправить на специфический лабораторный тест, это определение цирролоплазмина в сыворотке крови и определение меди в суточном объеме мочи. Далее по результатам этого обследования мы, в принципе, можем уже верифицировать диагноз. Есть дополнительные показатели. Это офтальмологические показатели, это показатели МРТ, где также могут определяться специфические изменения. Но все-таки вот эти вот два показателя, они являются основными. И если мы верифицировали диагноз, мы начинаем, мы приступаем к лечению. Первое – это диета с ограничением пищи, с избыточным, вообще с содержанием меди, да, в себе это морепродукты, это грибы, это другие, значит, питательные, бобовые вещества, бобовые, группа бобовых питательных элементов, значит, и если мы говорим про лекарственную терапию, это пенициламин. Этот препарат выдается нашим пациентам на бесплатной основе в рамках обязательного социального медицинского страхования или ОСМС. Пациенты получают при верифицированном диагнозе этот препарат в обязательном порядке для продолженного лечения и для коррекции состояния пациентов с этим заболеванием. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья. Будьте здоровы! Продолжение следует...